Всем привет наши дорогие зрители и подписчики канала, вы гости на канале Семен на Чемоданах, с вами я Славян. Мы тут вот в полном составе, в наших аппортументах, только что проснулись в городе Витебске. Кто не посмотрел предыдущий выпуск про Витебск, обязательно посмотрите. Мы ночевали сегодня вот здесь вот возле собора, смотрите, прям на парковочке. У нас тут прекрасный вид на весь город, а сейчас мы посавтракаем и отправимся в город Могилев. Поэтому не переключайтесь, обязательно досматривайте этот выпуск до конца. Сегодня обязательно попробуем местную национальную кушанню, мы даже знаем где это сделать, но вчера так сложилось, что мы не отведали, мы заехали просто в Макдак. Так как у нас вкусные точки, а Макдака нету, мы очень хотели Макдак. Вот, а сегодня обязательно попробуем. Мирончик меня поддерживает, вот видите, вы тоже поддерживаете. Ставьте лайки и погнали. Покажу вам вид с наших апартаментов. Дети пока играются. Настенька пытается зайти к телефону, понимает, что нет интернета, нету сим-карты, мы не покупали. Но привычка, знаете, привычка проснуться, телефон схватить, а вот нет. У нас, посмотрите, кстати, сейчас колокола звенеть начали. Вот такое доброе утро у нас. Кружка, кружка, кружка. Мы сейчас хотим позавтракать. Мы купили вчера яйца, кофеек, приготовим, вот, и отправимся в путь. Ехать нам туда примерно 2 часа. В таком формате завтракаем. Здесь неудобно расставлять стол, поэтому нас, конечно, спасает то, что у нас мультивенчик. И можно здесь разложить стол и вот так вот позавтракать с кофеечком. Мы сначала хотели приготовить яичницу, а потом вспомнили, что мы купили пачку сыра творожного и решили просто вот так вот за свеженьким хлебом сделать бутерброды. И какао. Да, у детей какао вы просили вчера, да, пацаны? Ну, вот так вот кушаем, завтракаем. С самого утра не знаю, какая муха меня укусила, но я затеял уборку, вычистил все кресла, подмел везде полы, чтобы ехать было. Видите, как все теперь чистенько, аккуратненько, максимально комфортно. Мы уже позавтракали, все на самом деле уже убрали. Единственное, что осталось почистить зубы и отправляться в путь. У нас есть вот такая леечка, смотрите, какая красота. Вот. И, собственно, откуда все это идет? Вот изба, как-то впервые попал наш канал. Вот такой бутбак себе сделал. Вот. И, собственно, у нас такая красота. На самом деле вот эта вот локация топ для ночевки, потому что здесь тихо, спокойно, света минимум остается ночью. И сюда, конечно, приезжают ребята, которые ночуют. Вот, например, смотрите, вот тут вот, вон, видите, разворачивается прицеп Капля. Наверное, приехали сюда постоять, а возможно, где-то погулять. Прямо возле нас стоит тоже бусик. Они, две девчонки здесь, живут. У них там прям внутри автодомик такой. Сегодня утром они выходили, наши соседи. Ну и, собственно, мы еще вечером приезжал Мерседес Спринтер, тоже цельнометаллический, ночевали здесь. И еще один Вольцваген. Если вы хотите также остановиться с ночевочкой, то вот возле вот этого храма. Прям заезжаете и паркуетесь. Последняя стадия перед отправкой проверяем, чтобы все было слито, труба закрыта. Бокс наш, значит, закрыт, двери все закрыты, все хорошо, все упаковано. Так, отправляемся с этой станции. Следующая станция Могилев. Ехать нам 158 километров по времени, это 2 часа 35 минут, пишет навигатор. Кстати, ребят, посмотрите, как лайфхак, если вы отправляетесь в Беларусь, да, путешествовать, и не планируете покупать сим-карту, скачайте обязательно оффлайн-карты, например, Яндекса, и Яндекс-навигатор здесь хорошо работает. Езжу вот по Яндекс-картам, все достопримечательности еще тоже там, все столовые какие-то, кафешки тоже еще непосредственно там. И также какие-то места еще тоже там. Что касается оплаты, брать с собой наличку или не брать, мы с собой вообще не брали никакую наличку. Мы с собой всегда возим в путешествия карту Мир, ну, точнее, с недавних порт, вот, пожалуйста, Тинькофф Блэк. Я, конечно, вам тоже рекомендую ее обязательно оформить, потому что, во-первых, конвертация по хорошему курсу, во-вторых, когда вы тратите, вам начисляются кэшбэки, это значит, вы зарабатываете. Еще там множество также инструментов, когда оформите карту, посмотрите, например, такой инструмент, как инвесткопилка, который помогает вам незаметно копить деньги. Ну, я этим пользуюсь, мне очень нравится. Также по моей ссылочке, которую я оставляю в описании, вы оформите эту карту и получите пожизненное бесплатное обслуживание. Таких условий даже нет у меня, я постоянно плачу за это обслуживание, а вам даю ссылку, по которой вы сделаете это бесплатно и на весь срок пользования этой картой. Переходите, оформляйте, а мы продолжаем дальше путешествовать. В Беларуси очень бросаются в глаза пешеходные переходы. Видите, они не в полосочку бело-желтые, да, как у нас, а просто вот такая вот разметка. Еще хочу добавить важную информацию для многих, кто, например, здесь будет долго путешествовать. Вот мы сейчас проехали пункт Вайлберриса, значит, здесь он есть, и, скорее всего, в других городах он тоже есть. Вот едешь по Беларуси, и в каждой деревне есть братские могилы, и удивляешься, в каком же очень хорошем состоянии они находятся. Во-первых, они сами по себе все подкрашены, все очень свежие, где-то стоят новые плиты, где написаны имена, фамилии. И все венки, которые есть, они все новые. То есть вот мы вот сколько проехали уже по Беларуси, я не увидел ни одной братской могилы, которая хоть как-то была, назовем это слово, потрепана. Они все в настолько ухоженном состоянии, что я вообще удивлен. И еще, кто поедет в Беларусь путешествовать, ну, возможно, вот так, как мы, да, где брать воду? Ну, на самом деле, здесь в каждой деревушке есть колодец. То есть вот так едешь вдоль деревни, да, и прямо возле дороги стоят колодцы. Поэтому вопрос, где брать воду, он автоматически отпадает. Пользуйтесь нашими советами и лайфхаками. Сейчас будем проезжать заправку. Я заправлялся еще в России, залил полный бак. В общем, говорится, голову не делать. А здесь я вам сейчас скажу по ценам, ну, умножать примерно там на 23 рубля. Значит, газ здесь 1,31, дизельное топливо 2,46, а 95-й тоже 2,46. Вот примерно умножайте на 23 рубля. В общем, топливо здесь дороже. Так, платная дорога у нас начинается. Мы прямо сейчас заезжаем в Поршу. Тоже хочется погулять в этом городе, но не в этом, друзья, видеоролике. Так, у нас сейчас развязка Могилеву налево. Кстати, когда едешь в сторону Могилева, буква У почти в каждой деревне присутствует. Она такая как бы У и читается Могилеву. Во, во, Могилеву. Это я знаю, у меня там был белорус, офицер, когда я учился в кадетке. И он всегда У говорил. Мы заезжаем в Могилевскую область. Вот, вот так вот такая здесь стела. Здесь также есть зона отдыха, что с левой стороны, что с правой стороны. До самого Могилева нам 44 километра. Вот, пожалуйста, еще табличка, указатель висит, что через 10 километров будет заправка. Можно будет покушать, не будет туалет. Какой стоит огромный памятник лосю. Лоси, да, лоси, видишь? Мы подъезжаем к Могилеву. И здесь вот сейчас с левой стороны будет горнолыжка. Хочется посмотреть, как у них это выглядит. Ну, правда, летом, да? Так, я думал, что мы увидим, а факта нет. Она, получается, вот за вот этим вот небольшим таким лесом находится. Может быть здесь? Или нет? Нет, не видно, к сожалению. Мы заезжаем в Могилеву. Ну что, мы в центре Могилева. Первое, что радует, это, конечно же, погода. Она шикарная. Второе, что не радует, мы очень долго искали парковку. Центр забит. Здесь есть платная парковка, но нам повезло, мы оставили вот здесь вот на бесплатный. А вообще платный... А, мы на платную не заехали по высоте. Мы по высоте, да. Вот, не прошли. А стоит 2 рубля час. Ну, в смысле 2 рубля умножайте там на... С какой вы валютой ездите, надо валютой умножайте. Мы приехали сюда в центр. Ну, во-первых, понятное дело, погулять, посмотреть город, а еще отведать национальную кухню. Здесь есть кафе Васильки. Туда и двигаемся. Вот это заведение, Васильки называется. И мы туда идем кушать. Пойдемте смотреть. Пошли, парни. Здесь очень прикольный, конечно, интерьерчик. Мы вот так вот возле окошечка сели. Среди шеперстета, походу администрация. Нам принесли менюшечку. Есть обеды. Так, ценники смотрите, запоминайте. Вот так вот. Ну, какую красоту нам принесли, это значит народные щи. Здесь что-то... А, тут сало, что ли? Не, я точно не буду. Сметана, зеленый лучочек. Вот такая красота. Ну как? Народное блюдо. Ну как, Листенка? Сусатище? Угу. Попробую. Вот так вот. Мальчишкам тут сухые. Родионечку борщ, темки что-то там. С пюре, да, и ложки есть. Сейчас будем пробовать. Здесь в супе капуста. Чуха, это ягода. А, клюква. А, клюква, да? Ну, клюква. И ребрышки свиные. Вообще класс. Это вкусно. Еще грибы. Вот. Ну и, конечно, мы заказали, нам принесли супер блюда, драники. С мочанкой. С мочанкой. Вот. Будем тоже пробовать. А мальчишкам на десерт принесли вот такую красоту, коктейль что-то там шоколадный какой-то. А мы заказали просто зеленый чай. Так вот, мы поели плотно-плотно на 60 рублей. Правда, это другие рубли, умножайте на 23, получается... 1200, да? Примерно 1200, вот так, 250. Сыт и довольный, отправляемся гулять по этому замечательному городу. Мы, кстати, здесь всем донатим русскими рублями. Я сейчас Настеньке говорю, слушай, что они с ними делать будут? Настенька говорит, ну, в Россию поедут. Я не знаю, правильно ли мы делаем, но у нас нет других денег. Маленькие какие-то потушки теперь будут. Мирону пора ботинки купить, потому что он везде хочет ходить, а мы его не отпускаем, а он требует. И вот мы такие вот в местном магазине за 45 рублей примеряем. 800, 900 тысяч, короче. Ну, 1000 рублей, ну нормально. Причем качество классное, по мне кажется. Давай возьмем. Давай? Давай. Классно. Хоть тебе на 11 месяцев первые боты папа покупает, да? Почему-то в другой стране. Потому-то у тебя все в других странах. Вся жизнь. Да? Возле торгового центра, где мы кушали, это Адриумовнджи, отель. Есть вот такие вот фонтаны. Посмотрите, просто дети вот так вот легли, лежат, загорают. Такой вот фонтан выстрелить. Наши тоже побежали, причем мы говорим, не надо. Они такие, нам жарко. И поперли вообще все насквозь. Сегодня жара 30 градусов здесь. Здесь это очень сильно жарко. На Витебской ратуше мы были. Здесь в Могилеве не были, поэтому мы держим путь именно туда. Пойдем пешочком через город. Заодно будем смотреть все, что нам попадается на пути. Ну а вы с нами. Погнали. Снова видите, как разметка пешеходного перехода сделана в Беларуси поинтересному. Вот справа Белпочта, ну то есть это почта. И попадаем мы в Комсомольский сквир. Здесь есть небольшие такие аттракциончики для детей. Ну совсем скромненько. Вот, а нам нужен непосредственно сам сквир. Будем идти через него. Ресторан Гоброва. Здесь есть ночной клуб, который называется Изюм. Такой очень интересный дом. Он, кстати, длинный-длинный. И сверху надпись МТС. Не пропадай, звони. На самом деле МТС вообще здесь ни хрена не работает. Мы узнавали. Ну у меня они вообще не работают. У тебя вот работают, смс-ки приходят. Ну и звонки можно принимать. Да, 15 минут. Ну. И все. Я не знаю, можно ли считать это достопримечательностью, но здесь на самом деле красивый фонтан. Дискаунтар написано. Не знаю, что такое. Грошик. Не знаю, не понимаю, что это написано. Также вот такие фонтаны. И лесенка, да. Можно вот так вот погулять, пофотографировать. Целая разновидность фонтанов. И даже эти фонтаны образуют вот такой вот маленький водопад. Слева прям тусовка игровых клубов. А справа вот такой замечательный сквер. Здание с колоннами. Я, правда, не знаю, что это за здание. И причем на карте вообще оно никак не отмечено. Здание с колоннами называется Дунькин клуб. А вот в Могилеве, пожалуйста, кинотеатр. Вот так, как пишется, черновая зорка. А еще в Могилеве, смотрите, есть тикток-бар. Уже, кстати, не первый раз здесь вижу вот такую сеть. Называется Перекресток 11. Вот, именно туда мы сейчас отправляемся за водой. Повторю, что сегодня очень-очень жарко. Сейчас купим водицу и продолжим путь. Мы всегда, когда находимся где-то, стараемся покупать местную продукцию. Вот видите, это настоящий белорусский квас. Сделанный где? Белоруссия, город Минск. Вот. Это на самом деле касается не только других стран. Это вот даже если мы в какую-то область приезжаем, то мы стараемся покупать продукты именно этой области. Я сейчас вам покажу следующее здание здесь, в Могилеве. И вы точно обалдеете. Вот, смотрите. Бау! Гляньте, какая красота. Вообще ни на что не похоже. Вообще это драматеатр. Сейчас перейдем в дорогу, подойдем поближе к нему. Давайте я вам покажу, какие пьесы сегодня здесь есть. Точнее представление. Это Обломов, Тартюф, Лилечка. Я беру этого парня. Какая фишка, кстати, красивая. Тоже очень стиленько сделана. Так, здесь здание. Не знаю, что здание не особо нужно. Но вот эта вот штуковина, это, конечно, вау. Здесь еще есть скульптура. Дама с собачкой, смотрите. Да. Ну, Тём, ну ты чего? Она горячущая. Она горячущая, конечно. Ты чего? Учреждение культуры. Министерство культуры Республики Беларусь. Вот, и самое, что вот интересное, смотрите. Одна табличка висит полностью вот на белорусском языке, а вторая табличка на российском. Драматический театр Могилевский областной. Кто точно в курсе, напишите, пожалуйста, какого года эта постройка. Самое, что интересно, как подобраны кирпичи. Разноцветные, все хаотично как-то расставлены. Но от этого вид еще лучше. Ну, а крыша. Вот как европейские какие-то здания, да? Сказали, ага, да, как европейские. Ни разу не были в Европе. Наверное, наверное, не видно. Вообще прикола. А еще мне очень нравится в Беларуси, это то, что они, ну, как бы, я понимаю, что не то, что не заморачиваются, ну, я так это назову, да? Не заморачиваются. Вот, например, вот у нас город Смоленск. Как бы, а все говорят Смоленск. А у них на знаке написано Смоленск. Они ничего лишнего не добавляют, никакую букву О. Например, висит видеоконтроль. У нас это контроль, а мы говорим контроль. А у них и написано контроль. Зачем писать О? Справа от нас аллея героев. У каждого есть звезда героя СССР, наверное, скорее всего. Можно там по аллее походить и почитать про каждого. А впереди у нас набережная река Денепр. Ну вот, видите, по примеру, лосось написано. Не лосось, а лосось. Зачем лосось? Представляете, мы все равно скажем лосось. Я не знаю, прав ли я или нет, но я считаю, что мы сейчас попадаем в одно из самых туристических, известных, самых важных мест в городе. Это вот такая площадь, где есть табличка «Я люблю Могилев», где установлена вот такая стелла-памятник борцам за советскую власть. И, конечно же, вот такая вот Могилевская ратуша. Сейчас посмотрим, сколько времени она показывает, правильно ли она показывает. Вот это вот здание, вот это вот, это ЗАГС. Здесь есть кавказская кухня «Тандыр», а вот это вот краеведческий музей. Висят флаги, огромнейший флаг Белоруссии. Посмотрите, какие красоты здесь открываются. Вон там в конце это смотровая площадка, на которую, собственно, мы сейчас и пойдем. В самой ратуши, смотрите, есть музей, и, как я понял, туда наверх даже можно подняться. Сейчас посмотрим, и, возможно, мы туда поднимемся. И смотрится просто вау. Идет Вау, давай-давай, иди ко мне. А ты отпустите его, он хочет сам, ребята. Вот так вот. Я хочу сам идти. Сам, отпусти меня. Я хочу коцунг, отец мой. В ботинках новых отпустили так смело. Молодец, так он и просит, отпустите меня. Отпустите, он вырывает руки. Мальчуга накупили ботинки, все, пошагал, пошагал, пошагал. А я хочу вам показать, посмотрите, какая красивая и необычная лавочка здесь стоит. Вообще здесь, кстати, такие арт-объекты есть. Вообще прям прикольные, как вот в прошлом выпуске я показывал. Лавочка, которая меняет свои цвета, точнее, в виде картин. Тоже посмотрите обязательно. Здорово. Но здесь нет эмблемы, кто скульптор, кто архитектор, кто это вообще все дело придумал, но смотрится. Забавно, согласны. Я реально не понимаю, как там продолжить вообще прогулку, потому что Мирон просто ходит кругами, хочет ходить один. Вообще трындец, поэтому я их пока оставил, пусть ходят кругами. А я хочу вам показать немножко вот этих объектов. Бойцам 35-го автобронеотряда. И 66-го гастрелкового полка, погибший в 1920 году в боях с белополяками. Вот так вот. Там идет у нас сквер. Я все-таки хочу сделать попытку дойти до смотровой площадки. Пока не получается. На вот этих стенах сделаны плиты, где указаны герои Советского Союза по районам. Вот, например, город Могилево, Бобруйский район, Быховский район, город Бобруйский, Белынчицкий район. Также указаны картины, сделанные из камня, олицетворяющие, что люди приходят с войны, насколько я правильно понимаю. Возможно, я ошибаюсь. Огромнейшая стела. Цвета Беларуси, флаг Беларуси. Здесь горит вечный огонь, но из-за того, что очень сильно светит солнце, его вообще почти не видно. Просто видно, что немножко выходит оттуда газ. Смотрите, там горит, горит огонь, ребята, не подходите. У нас получилось это сделать. Мы дошли до смотровой площадки. Река Днепр. Мост прекрасный. Здесь проспект. Сейчас подойдем сюда к самому началу. На мостах стоят львы. Можете тоже обратить внимание. Можно спуститься. Вон там, вот вдалеке, как раз виднеется пляж. Вижу, что люди купаются. Возможно, мы сегодня тоже доедем. Где-нибудь искупнемся. Жара невыносимая. Я не знаю, как мы еще гуляем. Наверное, из-за того, что тайминг. Но если мы здесь бы останавливались надолго в Беларуси, то, скорее всего, мы сегодня бы просто отсиделись дома. Но, с другой стороны, очень здорово, что нет дождей. Покажу вам стелу с этой стороны. Ну и, собственно, сама ратуша. Великолепное место. Просто место силы, виды. Вау. Сейчас этот парк, куда мы двигаемся, это парк Максима Горького. Здесь стоит макет. Видимо, Могилевская крепость. Грунтавы, Могилев-1, РТ-шки. Это самая церковь. Так. А вот это что? Я не понял. Ну, в общем, ладно. Это, походу, Могилевская крепость. Так я понимаю. Смотри, вот. Могилев. Замок. Замок Могилев. Я говорю, Могилевская крепость. Семнадцатый век. Мы спустились в переход. И посмотрите, какая здесь красота. По проекту БФМ. Ага. Вот, собственно, то, что я вас спрашивал. Театр. 1888 год. Фото 1906 года. То есть здесь получается история всего Могилева. Все здания, которые есть, вот тут можно изучить. Обалдеть. А вот, по-моему, вот на этом мосту мы сейчас и будем идти. Или нет? Это железнодорожный. Не знаю я. Вот это да. Слушайте, я не встречал, например, вот у нас таких переходов. Вот гостиница Могилев. Вот, пожалуйста. Моста построена в 1972 году. Советская площадь. Мост через реку Дубровенка. А, вот, кстати, вот она аллея героев, на которой вот мы шли. Я вам говорил, типа, вот можно... Героев Советского Союза. Это костел белорусская антографическая деревня. А, вот мост через Днепр. Вот он, этот мост. Вот мы сейчас по нему и будем идти. Только здесь сейчас уже установлены львы. Фото 2012 года. Да, вот это красота. А это где? Буйнинское поле. Буйничкозское поле. Вот так. Могилев. Да, да, да. Это вот, кстати, вот, смотрите, карта. Все достопримечательности. То, что есть, получается, здесь были, здесь были, 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 музеи здесь не были. Вот тут вот были. Вот, собственно, сейчас фотографию смотрели с вами в переходе. Только сейчас вот установлены здесь львы. Вообще напоминает Питер, что Витебский тоже львы стоит, а там мост Пушкина. И сейчас будем переходить реку Днепр. Красота. Рыбаков много. Вон стоят, рыбачат. Здесь, получается, можно вот понизу пойти и дойти до городского пляжа, про который я вам говорил. Вот, мы пойдем чуть дальше. Мы перешли мост. И здесь, походу, такая белорусская ярмарка. Сейчас, думаю, на нее заглянем. За ней находится дом культуры области. А здесь сквер. Я думал сюда погулять, но здесь, на самом деле, вообще нету тенька. Я думаю, что будем все-таки переходить на ту сторону, идти вдоль Днепра. Вот про что я вам говорил. Написано, фотоконтроль. Вот такие у них, кстати, таблички стоят везде. Ярмарка это вещевая, мы сюда, поэтому не пойдем, здесь делать нечего. Здесь всякие ботинки, кроссовочки, портфели, концтовары. Но это к школе, поэтому нам это не совсем интересно. У нас начинается вот здесь вот Торецкая набережная. Еще читаю, на остановке написано «Брыпинак». Это, видимо, значит остановка. Ну, с той стороны люди купаются. Там же есть, кстати, скейт-парк. Вообще, хочу туда дойти. Здесь инсталляция букв. И, собственно, здесь вот так вот сам скверк, парк. Ой, парк, господи, дворец культуры с фонтанами. Это областной, да. Вот она инсталляция, Мова 1. Кто в курсе, что значит, напишите в комментариях. Буду рад почитать. Здесь можно спуститься непосредственно к реке. Давайте с этой стороны посмотрим пляж. В принципе, достаточно его отсюда видно. Людей, конечно, немного. Я не знаю, как вы-то не купаются. Течение на самом деле такое достаточное, чтобы тебя смыло. Особенно же есть еще нижнее течение, самое опасное. Но заход так-то да, прикольный, мелкий. Есть зона детского купания. Видите, как они сделали вот так вот деревянной оградкой? Вообще никогда такого не видел. Там, 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 везде купаются. Кабинки, переодевалки, теневые зоны. Вот он вдалеке, вот это вот скейт-парк. Без навеса, конечно. Ну и дальше вот можно там гулять, 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 гулять. Здесь какие-то лодки стоят, я не знаю, плавают ли на них. Может быть, куда-то есть даже доставка. Вот она, ратуша виднеется. В Могилеве есть вот такой вот памятник. Называется Ахачкар. Памятный знак, посвященный армянским воинам, принимавшим участие в боях на территории Могилева и Могилевской области в годы Великой Отечественной войны 1941-1944. А вот здесь вот мы уже идем как бы туда-обратно, в сторону моста. И прямо, получается, возле моста фундамент Троицкого собора есть. Почему-то его не достроили, либо это он просто разрушен, его не восстанавливали. Осталось только в фундаменте. Да. И вот, собственно, сам мост. Если будете путешествовать по нашим следам, вот как ориентир, это львы. Здесь, смотрите, на этой стороне тоже есть церквушки. Я не знаю, правда, какие-то соборы. Вообще, по карте называется Школище. Там же также стоит колокольня. Какой-то первый столб. Я так понимаю, что красно-белый, что-то обозначающее про войну. И, собственно, все. Ну и дальше, вот можно, я говорю, попасть сюда на городской пляж. Мы побудем двигаться в сторону машины, потому что мы очень далеко от нее шли. Но пойдем чуть по другой улице, чтобы посмотреть еще больше интересных мест. Мы, кстати, уже вот в начале моста. Моста, вот она смотровая площадка и ратуша. Какие здесь виды классно открываются. Здесь город, на сквер, который снизу. Там сейчас есть детские площадки, я их увидел. Носеный велосипед едет. Родик, отходи скорее. И там же где-то будет спуск. Но, скорее всего, мы уже и спуск не сможем преодолеть, потому что жара невыносимая. Все прям вымотало на нас. Наконец-то я поймал вид, откуда открывается. Вообще бомбически. Вот, собственно, видно абсолютно все. Вон там вот кафе. Здесь вот детские площадки. Там подальше есть аттракционы. Большой-большой парк. Да, и вот, собственно, фонтанчики. Носенка, покати, пожалуйста. Вот он спуск. Лесиных здесь очень-очень много леси. Но там в конце фонтаны. Ну, прям место, на самом деле, прям топчик. Смотрите, какие красавцы стоят. Ява 350. У меня когда-то была такая. Здесь вот ведут строительную работу. Здесь делают такую арку. И вот они, эти лесенки вниз. Кстати, на этой лестнице вниз есть большой плюс. Здесь есть спуск для колясок. Видите? Собственно, можно, можно спуститься. Но я так думаю, что мы не пойдем. Потому что устали. И вот, собственно, сама табличка. Давайте посчитаем. Познай Могилев. Парк в Подняхоле. Виртуальная экскурсия с профессиональным гидом. Считай QR-код. Вот, можно QR-код посмотреть. Мы сейчас пошли по такому, так сказать, по бытовому. По бытовой улице. Вот это вот, это центральная поликлиника Могилева. А там же находится травмпункт. Здесь Могилевская областная станция переливания крови. Вот, немножечко, да, таких бытовых построек, которыми многие пользуются. Как называются остановки, я вам уже показывал. А вот такие вот ларечки-палатки называются в Беларуси табакирка. Много, много интересных вообще названий, конечно, здесь. В нашем пути встречается еще сквер 40-летия Победы. Сейчас я вам его покажу, как он выглядит. Какая клумбочка здесь. Я единственное, что не знаю, что вот это тоже за здание. Ну, какое-то такое, наверное, административное. Просто на карте никак не обозначено. Мы уже почти дошли до другого центра, с которого начали нашу прогулочку. Здесь есть очень такой красивый фонтан. До него и идем. Здесь установлена сцена. Вот это вот, видите, серая арка. Это и есть сцена. Здесь, наверное, проходят какие-то мероприятия, типа, посвященные дню города. Вот он фонтан такой большой, с глубоким бассейном. Я попробую найти, где нам сейчас обойти с колясочкой. Идем, и Темка говорит, папа, смотри, какой плоский дом. Вот если я говорил, дом в виде корабля. А, ты стал дом в виде корабля, голову поднимая, ни хрена себе. Смотрите, как он тонкий. Вот это, да. И чикс, и пошел угол в ту сторону. Смотрите, смотрится это, конечно, вообще что-то нереально. С одной стороны смотришь, просто реально как будто вот просто стекло стоит. Здорово. Слушайте, какое-то вообще нереальное здание. Я такой думаю, что же там у них вот в этом вот углу. А у них, в общем, здесь по сути ничего. Но вот это вот, видите, там дверь виднеется. Там уже начинается просто лестница. Вообще сделали, конечно, круто. Какая-то магия глазная. Ну что, наши дорогие зрители и подписчики. Вот такая вот Беларусь у нас получилась. На самом деле грустно, что вышло всего лишь только два видеоролика. Почему так получается? Почему нам сейчас срочно нужно отсюда уехать? Помните ситуацию, мы рассказывали по приезду в Смоленск, что у нас случилось то, что когда мы ехали по платке, по М1, у нас ударил шлагбаум по крыше. Вот. И нам позвонил тогда утром уже полицейский из ГАИ и говорит, что нам нужно обязательно приехать для составления документов. На все про все, короче, чтобы мы типа там куда-то не уехали, дали нам неделю. Вот, мы договорились с ним и, соответственно, хотели договориться на подольше. Но в итоге он сегодня прислал СМС к у насенький, иначе там будет какая-то суета, розызги. Короче, нам это нахрен не надо. Поэтому мы сейчас уже вечером, мы срочно выдвигаемся в сторону Москвы, чтобы я завтра уже утром поспал и поехал туда. Вот. Поэтому без столицы, без Минска хотели завтра продолжить путешествие, но, к сожалению, вот так вот выходит. Поэтому пишите свои комментарии, ставьте лайк. Если не посмотрели предыдущий видеоролик, обязательно посмотрите. Мы будем с вами прощаться. Увидимся с вами в новом видеоролике совсем скоро. Пока. Хочу еще вам показать вот такую вот скульптуру, звездочету. И здесь же кинотеатр Родина. Пожалуй, в каждом городе есть кинотеатр Родина. Вот такой здесь сквер, здесь стоят стульчики. Забавно, интересно. Субтитры делал DimaTorzok